Добрый кейджу! Это я. Устала сегодня как собака. Пан Портленко. Как красиво. Успокойся, говорю. Как раз я выгляжу. Всем привет, друзья мои. И с вами я, Светлана Ата. Понедельник, начало новой недели. Уборка закончена. Светлана выспалась. И Светлана идет сейчас заниматься своими делами, а именно на базар. Аж кем звонит. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мой сила. Аж кем позвонил. Он уже меня ждет, поэтому решила я прекратить связь. Потом с вами свяжусь. Конечно, я... Многое мне есть о чем вам рассказать и с вами поговорить. Особенно эти комментарии. Прямо прям... Какая огромная слива по 5 лир. Смотрите. У меня на ладошке. Персики 7. Помидоры 4. Выширя, 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 выширя. Я поднялась домой, а Эндр пошел за тутуном. То есть, за табаком будет крутить себе сигары. Сейчас я покажу, что мы купили. Кстати, вроде бы ничего, а целую притащили. И повозку. Он сейчас вспомнил, как он ходил вместе с Марьей на базаре. И она по каждую минуту закрывала замок. Мы не были 2 недели на базаре. Сами понимаете. В тот понедельник мы уехали в дорогу. И нам хватило то, что мы купили 2 недели назад. Сейчас мы, значит, первый раз я... Вижу нектарин. Помню, в начале было лето. И вот сейчас это его сезон. 8 лир килограмм. Вот такие персики. Нектарин по 8 лир. Ниже, наверное, не опустится цена. Мне очень понравились вот такие продолговатые помидорчики. Многие берут их на соление. Но мне они понравились по вкусу. Вот сейчас вместе с вами я их помою, разрежу и попробую. Потому что сказал этот продавец, что они сладкие. И вот мой муж говорит. Хочешь, говорит, я тебе возьму консервацию делать? Я говорю, да ты что, смеешься? Нам с двоим зачем консервация? Сейчас попробую. Обманул. Не такие сладкие. М-м-м-м. Аферист. В тот раз Ашкин такие вкусные купил. Сейчас, думаю, скажу ему, чтобы он купил. Их невозможно есть. Купил дыню по 3 лиры. Такие. Эти помидоры 2 лиры. Вот все дешевое так стоит. Болгарский перец. По 4 лиры можно купить. Яблоки сегодня по 5. Хелек, это называется. Это какая-то разновидность кабачка. Эндера очень любит. В сыром виде кушает. Так. Взяли мы мандарины по 3,50. Вот сейчас начало сезона и 3,50 мандарины. Зелень мы взяли, купили. Проту, как всегда, и петрушка. Такой перец мы взяли по 8 лир килограмм. Тут разные два вида я взяла. Может, потом нас учусь о голубцах. Манков по 5 лир килограмм. Было и по 3 тоже. Но мы можем ждать, чтобы это звучит хорошее. Вот, смотрите, какая хорошая морковка. Купили сыр. Кошар. Насты, тосты. Я не знаю, сколько стоит килограмм. И, наконец-то, я купила пряности. У меня все пряности закончились. Да, мы купили там, значит, по 30 лир килограмм оливки, чуть-чуть, полкило. Купила я кимьон, татлы-аджи, бибер, татлы-бибер. Короче, сладкий перец, черный перец и кимьон. Тмин. Лимоны купили, 2 лиры килограмм. Лимончик. Вы знаете, что в этом платье дышать нечем. Такая жара в Мерсине. Картошка по 3,5 лир килограмм. Вру по 4,5 лир. Лук сегодня 2,5 лир. Вроде бы ничего не взяли, а много чего купили. И сливы. Я вначале вам показывала, сливки, сливочки, сливушки. Вот такие сливы свежие. Ой, я обожаю. Я не знаю, что со мной, но я так фрукты обожаю. Я столько наелась тестом. Все, что приготовлено из теста во время моей прогулки, печенье по дороге, какие-то кексики даже угощали. Что моя душа требует сейчас овощи и фрукты. И вот я сейчас покажу, что я готовлю на ужин сегодня. Сейчас появилось только время для меня любимой. Сижу то на одном балконе, то на втором балконе. Да, с детками так не посидишь. Посмотрите, сколько продают чего тут здесь хорошего. Вон, посмотрите, эти дыни по 3 лиры уже почти разобрали. Когда человек ставит нормальные цены, конечно, люди раскупят. арбуза я бы не видела. Кажется, мой муж пришел. Пойду посмотрю, что он принес. Парк. Деток не хватает. Сейчас бабушка вторая прислала фотографии, где эти две мои красавицы лежат на полу, на коврике перед телевизором. кайфуют. Им там тоже очень хорошо. Вы меня все спрашиваете, куда их отвезли. Мы отвезли детей ко второй бабушке, которая проживает в Турции. Мы же хотели их везти в Батуми, но она сказала, я тоже хочу их видеть, чтобы у меня погостили. Наши планы резко изменились. Мы отвезли детей к ней. Она сейчас побудет с ними какое-то время. Все равно школа у нас дистанционно, поэтому позволяют. Все обстоятельства позволяют им побыть еще и в другом городе. Поэтому они сейчас. Марик занимается в школе, дети гуляют, ну, в общем, как у меня. И приедет сейчас папа за ними. Вместе с бабушкой отвезут их в Батуми. Вы знаете, что я уже все, все полномочия сдала, и они уже сами отвечают за детей. Они же маленькие дети. Так что все, моя миссия выполнена. Сейчас что хотят, пускай делают с детьми, потому что они такие же родственники, как и я. Дочка тоже каждый день с ними на связи. Ну, в общем, все мы на связи, вы не переживайте. Да, конечно, моя мама скучает очень сильно. И когда привезете моих детей, и когда привезете, я говорю, мама, отдыхай. Но она занимается усиленно закрутками, компот, и все тут делает с дочерью. Ну, в общем, конечно, они скучают, но и отдохнули от детей. Мы сделали шикарный отпуск нашим внукам в этом году за два года в сумме. Да. Надеюсь, что закалили их, иммунитет им повысили, фруктами, морем, морской водой, гулянием. Вот это парк чего стоит, да. Так что, мои дорогие, не переживайте, все будет нормально. У них не только бабушка я, и другая бабушка есть. Пойду посмотрю, что мой муж там принес. Друзья мои, готовлю ужин. Сегодня мужу говорю, ты столько купил зеленой чечевицы, кроме супа, ее готовят в обед в Турции. Он быстренько набрал в YouTube, и мы увидели, посмотрели рецепт турецкий, как готовить еду, обед вместе с чечевицей. Отварила я два стакана чечевицы, потому что я из одного стакана буду делать котлеты, тоже по турецкому рецепту. Из другой половины я буду готовить вот как соусом, это как супом, у них, не знаю, что-то будет очень вкусное. И для начала мы обжариваем луковицу. Затем добавлю я туда чеснок и мелко порежу морковь, затем добавлю перец болгарский, затем я добавлю помидоры, томатную пасту можно добавить еще, и картофель, залить это водой, добавить чечевицу, и в конце добавляют картофель. Вот как получится, покажу вам конечный результат. И также я вот приготовлю сейчас тоже кафте. кафте, это котлеты. И расскажу, как я буду их делать и покажу. Для котлет нужно чечевицу перемолоть в блендере в начале. А эту часть я оставила для обеда. Посмотрим, как получится. Я положила чечевицу, чуть-чуть хлебушка, столовую ложку пасты, лук, видите, лук, чеснок, чуть-чуть, одно яйцо, пряности, какие вы хотите по вашему желанию. Сейчас помешаю, буду сформировать такие котлетки и потом пережарю их на растительном масле. Покажу все вам. Ну, а здесь у меня варится вот такой обед. Кстати, надо быстренько и сейчас и рис к нему. А может не нужен рис, а может нужен. Не знаю, посмотрим, как и что. На медленном огне уже оно почти. Сейчас картошечка отварится и все готово. Зеленая чечевица, все всегда вкусно. Вот такой у нас ужин сегодня получился. Сегодня у нас овощной ужин. Иногда можно и овощи поесть. Мама позвонила, говорит, почему ты жаришь, котлеты, мясные надо. Я говорю, мама, мы уже объелись мяса, вот рыбки хочется, вот с вилочкой вам рыбку купим на днях и покушаем рыбку. Летом не кушали мы. Вот такие котлетки получились. Вот Ашкем вот мне чуть-чуть плов ему, а я котлеты буду свои с помидорчиками. Кстати, вот эти мы что купили помидоры 2 кило, не такие сладкие, а потом Ашкем купил помидоры. Я не знаю, сколько они стоят, но они сладкие, сладкие. Приятного нам аппетита, друзья мои. Вот и пришло время, когда я занимаюсь своим любимым делом. Столько у меня здесь карандашей и таких малюсеньких, которые я должна исписать до конца. А как может пропадать добро? И вот новые карандашики. И вот сегодняшняя тема на изучение турецкого языка. Да-да-да, я вам давала слово, что как только отвезу детей, внуков, я приступлю к этой теме. Ну, никак не получается. Все, я откладываю на потом. И этот алгоритм называется лень, то есть мотивация на чего-то изучение. Вот не только применяется там на изучение языков, допустим, какое-то дело вы не можете никак взяться за какое-то дело. Вот, вы должны рисовать. И чтобы подействовало, да, начало осуществляться, ваша мечта, нужно пора рисовать минимум пять-десять рисунков, а может быть и двадцать. конечно, когда вот я начала рисовать, у меня появилась рефлексия, то есть жар бросала. Вот у меня знаете, что было? Когда рассказывала, я все это прорабатывала естественно по видеозаписи, сегодня новая была тема, новый урок, днем я не смогла, пропустила, а вечером вот сейчас вот сижу спокойно рисую и у меня была такая рефлексия, то есть она выражалась в том, что я хотела выключить видео, вот мне как-то раздражал голос Анастасии, так что вот такое бывает, ну а еще я на растущую луну всегда заряжаю свой кошелек и проговариваю слова заряжаю кошелек денежной энергии, это срабатывает ну я не знаю я верю у меня срабатывает кто не верит того наверное не будет срабатывать ну вот друзья мои я привела в порядок свой столик столько карандашей еще накупила сейчас новый же альбомчик купила я в тот день показывала очень удобный как раз бумага такая видите она не переходит и вот буду рисовать альбом на 50 специально купила маленький чтобы было все в порядке все рисуночки были в одном месте буду наверное рисовать 5-10 пока у меня желание не появится ну все буду ложиться спать завтра утром надо на йогу вставать пока-пока ставьте лайки подпишись на мой канал нажми на колокольчик и на все уведомления нет нет был